Добрый день! 12 часов 12 минут, уже 13 минут в Риге. Это программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. Звукорежиссер Евгений Копейн помогает. И в гостях у нас член партии «Новое единство», доктор наук, преподаватель медицинского факультета Латвийского университета, а также экс-председатель подкомиссии СЭМА по общественному здоровью Ерому Альтражукс. Добрый день! 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 должны будут разъяснить, почему такая практика. Одно дело, что больше людей можно обеспечить компенсируемые медикаменты. Другое, что лекарственные фирмы через врачей пытаются распространять, увеличивать продажу своих медикаментов. То есть таким способом можно вот это лобби как-то ограничить? Конечно, не будем скрываться, что фармацевтические фирмы в Латвии, они обрели огромную силу. Был сделана ошибка когда-то, по-моему, в 10-м сайме, что принято решение, что аптеку может содержать не только фармацевт дипломированный. Ну и вот фирмы, фирмы, эти цепи аптечные сначала не завладели двумя третьими или даже больше аптек. Сейчас они уже перекупают веселебосцентры, бывшие советские поликлиники, особенно в Риге. Ну и если лечебное учреждение и фармацевтическая база принадлежит одному и тому же юридическому лицу, конечно, появляется соблазн заставлять врачей-работников выписывать те медикаменты, которые выгодны фармацевтической индустрии. По поводу владельцев аптек и нагрузки на аптеки, опять-таки, тема прошлой недели. Госпожа Винкела заявила, что на сегодняшний день не планируется снижение налога на добавленную стоимость. Было нам Анабал СЛВ тоже поднят этот вопрос. Начали собирать подписи для того, чтобы уменьшить цены на медикаменты, на что Илза Винкела сказала, что пока этот налог не планируется уменьшать, но существуют дискуссии, возможности как-то разбираться с производителями и наценками оптовых и розничных сетей. Что вы на этот счет скажете? Есть ли где снижать? Вы знаете, я скептичен по поводу того, что надо снижать налог на добавленную стоимость как для лекарств, так и для ресторанов, потому что я не верю, что тут же все снизят цены. Это жажда наживы, и вот эти рыночные довольно-таки дикие отношения свободного рынка, которые у нас продолжают существовать, они, по-моему, не так легко победимы. Я не верю, что в такой же степени снизятся цены на лекарства, на общепит, на другие какие-то услуги и товары, если снизить вот это на добавленную стоимость. Может быть, через какой-то огромный процесс, там уйму договоров с фармацевтами, фармацевтической индустрией, чем-то, как-то, оговорить каждый препарат или часть каких-то препаратов. Может быть, но так сейчас вот взять и одним махом это сделать, я не верю, что это пойдет на благо населения. Хорошо, а как можно уменьшить вот эту цену? Кто ее, может ли ее государство регулировать, чтобы оба... Может, у наших соседей в Литве, в Эстонии, в целом цены ниже. Это все зависит от администрации, от инспекции лекарств и от администерства. Во-первых, вот эти переговоры с приведением новых лекарств или при регистрации, перерегистрации лекарств, там можно снизить эту цену. Ну и есть целый ряд таких новых, инновативных предложений от самих фармацевтических распространителей. Допустим, в онкологии был вот такой проект, платить за эффект лечения, за вылеченные, за сохраненные или вырванные у смерти годы у онкологического больного. То есть, если человек выжил, то... Я, да, потому что это курсы лечения, это все идет через онкоцентр, там легко все это посмотреть. Если, допустим, применение этого лекарства увеличивало продолжительность жизни онкологического больного, там, допустим, с года до пяти лет, ну, я так примерно говорю, конечно, тогда целесообразно приобретение государством такого лекарства, и оно должно оплачиваться. То есть, есть разные способы, подходы, но такого вот унифицированного для всех медикаментных средств, на мой взгляд, в настоящее время нет. Ну, это возможно, этим должны заниматься та же, там, Национальная служба здравоохранения и министерства? Конечно, если в Эстонии, в Литве удается снизить больше эти цены, почему они не могут, хотя до уровня наших соседей этого достичь? Почему до сих пор не могли, как вы думаете? Не знаю, я думаю, что мало агрессивно, мало агрессивно выступали, насколько мы заслушивали год назад тогда в подкомитете по общественному здоровью, такое было впечатление, что такое мямлились, или как назвать? Владельцы аптек? Министерство и инспекция по лекарствам. То есть, они не отстаивали, грубо говоря, интересы жителей? Нет, не отстаивали вяло, вяло вели эти переговоры, и плохо отстаивали. Ну вот, если вернуться на год назад, возможно, у министерства тогда были другие задачи, активно разрабатывалась система страхования, и та, которую пришла новый министр, и отменила насовсем, хотя уже часть людей деньги заплатили. Не отменила. А перенесли? Ну, перенесли и не отменили. Единственное, почему я думал, ну, отменят? Нет, страх, боязнь потерять вот эти свыше 80 миллионов, которые пошли от этого одного процента страхования. Неоткуда взять эти деньги. То есть, единственное, что министр сделала, это она сделала мягче эти условия. То есть, она определила, было как? Те, которые платят социальный налог от обычной зарплаты, там всё ясно, 1% и всё. А что сделать с этой третьей частью работающих, которые в микропредприятиях, самонаниматели, авторские, всё-всё, что с этими делать? Ну, Винкеля сказала, пускай они тоже платят 1%. Отчего? И может ли Министерство здравоохранения это как-то повлиять? То есть, я не слышал от других министров, как это будет делаться. Не от министра финансов. Так что, какая-то попытка смягчить это. Но страхование этот 1% есть и остаётся. И сейчас я полностью уверен, что этого никто не отменит. Хотя бы по той причине, что не будет чем закрыть эту брешь 80 миллионов. Но сейчас отложили до 2021 года. Достаточно на большой срок, даже не на год, а на 2 года получается. Но те, которые живут на обычную зарплату и платят обычным путём, они же все платят. Эти денюжки идут. Этот 1% идёт? Конечно. Вот. Я знаю, это может быть непопулярно. Тут слушатели меня ругали. Но я не понимаю, почему 2 трети должны платить за оставшуюся треть, которые не платят за здравоохранение. Вы поймите, система может быть хорошей, или приемлемой, если все участвуют. А если 1 треть не участвует, ну так чего тут можно ожидать? В Эстонии только 4% работающих получают, платят налоги каким-то другим путём. А у нас 1 треть. 300 тысяч людей, 90 тысяч работающих, 300 тысяч находятся в каких-то других налоговых режимах. Но всегда ли это проблема самих сотрудников? Возможно, иногда их вынуждает работодатель? Нет. Государство. Государство допустило, во время кризиса это было принято, чтобы люди не уезжали, чтобы как-то сохранить рабочие места. Но кризис-то давно миновал, и надо уходить от этого. Конечно, те люди, которые привыкли там 15% платить в налогах, они сопротивляют и будут. Но в интересах государства и всего населения уходить от этих схем, когда можно не платить налоги. Потому что мы же все знаем, каждый таксист это микропредприятие. И так далее, и так далее, и так далее. А потом нет денег в здравоохранение. Но если государство само довело до такой ситуации, что оно сейчас может сделать для того, чтобы вернуть? Не могут же в один день взять, убрать все другие налоговые режимы? С сегодняшнего дня мы работаем только чисто. Рестораны говорят о том, что они не могут работать, не платя, например, зарплаты в конвертах, они просто не выживут тогда. И это не единственное. Тоже неправда. Ну, выживут две трети. Те, которые уволят, пойдут работать в те рестораны, которые выживут. Не хватает рабочей силы ужасно. Нет. Не надо так делать. Надо на протяжении каких-то лет, допустим, работа этого парламента, разложить постепенный отход от этих схем, увеличивая налогообложение. Не надо допускать таких ошибок, которые, допустим, появились в результате решения Конституционного суда, что вот этот сверхурочный, 40 часов только, и все за все остальное надо платить дважды. Ну, кристально честное решение. А на деле, что средств-то нету у больниц, чтобы оплачивать свыше 40 часов вот эти сверхурочные, они не будут это делать просто по той причине, что этих средств нету. Их не было, не запланировано, не хватает. Кто пострадает? Медсестры, врачи. В Риге, может быть, они куда-то смогут через улицу перейти в другое лечебное учреждение. А что делать? В Алуксне, где одна больница только. Понимаете? Люди из-за этого как будто кристально честного решения лишились возможности дополнительно заработать, и что ограничивает их финансовое выживание. Этого ежеминутно нельзя делать. Надевайте наушники, звонок у нас. Угу. Добрый день. Добрый день. Я подытожу. Смотрите, вот если вы находитесь сейчас, например, в Страдене, посмотрите, пожалуйста, на парковочку для врачей. Видите эти Бентли? Видите, вот которые стоят? Это ездит вид врачи, и мы знаем, что там у нас не хватает денег. В нашем государстве все готовы платить налоги. Все. Но мы же видим, что эти налоги не пойдут по назначению. Их вы же и разворуете, понимаете? Когда мы увидим, что вы эти налоги тратите по назначению, мы будем платить так же много, как в Дании. А сейчас это стратегически важно не платить налоги, чтобы эту систему доконать в корень, понимаете? Она сама порочна по себе. Просто посмотрите, над чем вы ездите и ваши сотрудники. Спасибо. Я езжу на Вольво 240 1990 года. Вы знаете... 90-го? 90-го, да. Я первый раз попал за границу в 90-м году и у господина Чаксте, внука президента первого, была такая машина. Ну, я думал, вот Советский Союз лишил нас возможности такие машины приобрести. Нет, ну, конечно, это такая моя слабость, но вы знаете, неправда. В Страдинской больнице не хватает 25 врачей. Пустые вакансии. Если в начале моей карьеры работать в отделении, в больнице была огромная честь и конкурс, сейчас никто не хочет. Больницы пустуют, потому что система такая, что где-то в поликлинике или в приеме, или делая какие-то амбулаторные манипуляции, вот за это платят. И эти врачи живут, выживают, выживают лучше. Да, врачи, как и все общество, они расслоились. Есть богатые, очень богатые, но большинство бедствует. И то, что 25 врачей в Страдинской самой лучшей нашей больнице не хватает, это для меня показатели, а не те машины, которые стоят рядом. Нам надо прерваться на новости рекламы. Мы вернемся и продолжим принимать звонки. На Болткоме Разворот. Мы продолжаем программу Разворот. Анастасия Смоловская и в гостях у нас член правления нового единства, доктор наук и преподаватель медицинского факультета Латвийского университета Ромаль Тражукс. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. 672 12 93 9 672 13 93 9 номера прямого эфира можете нам звонить и писать в WhatsApp тоже можете 230 6191 и есть у нас звонок, надевайте наушники сразу будем принимать. Добрый день. Так, перезвоните нам. Продолжаем тему и больницы медикаментов и вот затронули уже тему больниц, какие там врачи и недавно была такая публикация с зарплатами врачей сколько именно руководителям больниц зарабатывают и работают они в нескольких местах. Вот, например, врач в больнице, в Рижской восточной клинической больнице, он работает и в больнице и в ЦСДД. Насколько врач может руководить больницей и работать еще где-то и должен ли это быть специалист или это может быть менеджер? Я вас не понял. Председатель правления восточной больницы бывший председатель ЦСДД, он не врач. О ком идет речь? Ну, руководить больницей и вот в правлении больницы может быть менеджер, просто менеджер? Или это должен быть медик обязательно, чтобы понимать какую-то внутреннюю кухню? Вы знаете, в мире, ну, в Америке, в Европе готовят специальных врачебных менеджеров. То есть, человек заканчивает университет, он менеджер, но только по здравоохранению. У нас такой специальности нету, поэтому у меня сертификат врача-организатора здравоохранения. Вот я по сертификату мог бы делать эту работу. По моему убеждению, должен быть человек с пониманием в медицине, с медицинским образованием. Если нет вот этого специального, то есть из врачебной среды. Иначе, если ты не нюхал этот запах приемного покоя, ну, там есть такое, дезинфекция, все, трудно, трудно это понять. Трудно это понять. Я помню, как в Министерстве обороны вот пришли после независимости молодые ребята из Университета, совершенно, и вдруг все поняли, что они совершенно не чувствуют этого военного дела и не понимают вот простых вещей. Что сделали тогда? Прикомандировали каждому отделению по офицеру кадровому, чтобы внести вот этот дух. И сейчас то же самое в Министерстве здравоохранения, по-моему, там больше не осталось из этих ста или сколько людей ни одного человека с медицинским образованием. Ну, это и приводит, по-моему, к каких-то непониманиям или чем-то. Надо как можно быстрее возобновить институт главных специалистов в Латвии. Было такое в советское время, после этого, когда главный хирург, главный инфекционист, они имели огромное значение и огромную административную власть. Хотя они работали как и в министерство приходили, так и где-то в клинике. Но у нас вот происходит это разобщение, поэтому я считаю, что руководство больницы в правлении должны быть медики, потому что специальных менеджеров у нас нет и не будет. Конечно, из трех один может быть экономист, управленец, это все правильно, но медики должны этим заниматься. Надевайте наушники, попробуем принять еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Господин Аражук, вот вы коснулись того, что там Конституционный суд потребовал соблюдение закона, чтобы оплачивали сверхурочные вдвойне, и это очень справедливо, вы сами это говорите, что это очень справедливо. Несправедливо то, что одна ставка медработников практически всех уровней может быть только где-нибудь там главные врачи в больнике там еще кто-нибудь такие менеджеры, да, а вот врачей одна ставка не дает им просто элементарно выжить. если надо платить им за одну ставку столько, сколько требуется для того, чтобы человек чувствовался, человек, ну скажем врач, это вместе скажем со средней школой и с институтом это где-то получается там можете задать вопрос пожалуйста, у нас не так много времени коротко я понимаю, что надо бы задать вопрос, но я говорю о чем, это синдром выгорания, когда люди идут работать еще куда-то и это надо государству, в котором господин Ражев много лет был депутатом, много лет, вот государство должно эти вопросы решать, иначе мы будем все тут как выразился Керри этот профсоюзник Латвия будет скоро хорошо охраняемым кладбищем спасибо что скажете ну что я скажу наша дочка Дануте врач пятом поколении пятом поколении она работает сейчас в Юрмальдской больнице в приемном отделении поэтому я очень хорошо знаю мы ей помогаем содержим если так откровенно говорить на эту зарплату она прожить не может но мы врачи все и она в пятом поколении просто это делаем конечно я согласен что долго это не продолжится и поэтому если говорить что я делал эти все годы ну на 20% были в прошлом году увеличены зарплаты в первый раз в истории настолько медиков конечно это мизерно и план был такой что еще три года дальше будет по 20% это увеличивается план на котором мы тогда договорились что зарплата врача должна быть не меньше двух средних зарплат в государстве двух медсестра 60% санитар 40% от этого и что сейчас меня беспокоит что какая-то пустота я ничего не слышу что будет дальше есть ли у министра такие планы и как это будет и что коалиция скажет потому что ну грядет очень неприятная неприятная катастрофа перед бюджетом или после его я не слышу общества врачей я не слышу профсоюз медработников ну наверное они тоже выжидают смотрят что будет но я думаю ждать это смерти подобно потому что нет никакой информации по поводу того будет это или не будет как вы думаете вот учителя например вышли когда встала под угрозу обещанное им повышение они вышли с пикетом к сейму были готовы к забастовкам говорили что если им не повысят зарплаты на обещанный процент сентября то они устроят забастовку врачи могут устроить то же самое этой осенью даже не знаю по-моему на самом деле так выгорели люди не верят ну хотя вот это маленькое двадцатипроцентное повышение ну как-то хотя бы какой-то зацепки веры в то что будет лучше произвела да конечно я думаю что надо выходить ну выходить на улице это громко но каким-то образом оказывать давление на политиков на правительство чтобы это все продолжалось потому что это в наших и в интересах политиков тоже вы упомянули уже нехватку врачей и после ревизии государственного контроля тоже был сделан вывод что не хватает и какие-то страшные цифры что примерно триста акушерок у нас не хватает три с половиной тысячи медсестер то есть ну кажется что это невозможная цифра что если этих людей нет как же тогда вообще все функционирует и одно из предложений было это увеличить например количество бюджетных мест для того чтобы больше студентов при этом преподаватели университета говорят что мы выпускаем достаточное количество студентов и будущих медиков но они не остаются в профессии ну как конечно можем увеличить но больше научим больше будут уезжать если нет условий жизни и какой-то хотя бы адекватной адекватной зарплаты я преподаю огромное удовлетворение молодые люди очень прекрасно хорошо с ними работают они еще на что-то надеются во что-то верят вот но мы пытаемся им объяснить что надо как-то ожидать думать все-таки что-что будет это улучшение страна развивается не может быть чтобы это бесконечно эта бедность бесконечно продолжалась но что касается врачей ну вот не хватает но еще как-то эта цифра близкая к тому что есть в европейском союзе на 10 тысяч населения медсестр половины практически не хватает уже как тогда существующие медсестры они работают просто на 2-3 ставки они работают на 2-3 ставки частично врачи эту работу делают и как вот я на своем семейном опыте дочка была резидентом резиденты делают всю работу с утра врач пришел и пропал а дальше резиденты вот эту всю работу делают врача или сестры все что не хватает на козы дают все это я помню даже был такой анекдотический случай что моя дочь резидент 2-го или какого там года руководила другим резидентом который был старший резидентом младший ну конечно это до поры до времени пока не будет какая-то ужасная ошибка допущена с одной стороны с одной стороны в этой плохой ситуации что хорошо что очень большая практика нагрузка мы очень хорошо подготавливаем этих молодых врачей они обкатываются и в разных ситуациях не боятся принимают решения но с другой ненормально что этого их наставника штатного врача нет он где-то побежал в другое место подрабатывая при этом господин Каренч премьер-министр наш говорит что у нас слишком много больниц можно их количество уменьшить ну я бы возразил понимаете если так как у нас вот сейчас территориальная реформа сосчитали оставшихся латвийцев и распределят вы знаете ну допустим в Алуксне экономически больница абсолютно невыгодная она на рубеже то есть у нее нет такого круглого реала было просто люди но там живут наши люди наши люди они они заслуживают того что была полноценная полноценная больница и чтоб они могли получить эту помощь по-моему вот эти снижения были уже три раза ограничения сейчас сеть больниц оптимальная конечно вопрос где что какую помощь оказывать если так как в Резакненской больнице они не справляются ну так может понизить им этот уровень чтобы они стали думать что делать с непрофессиональным подходом в приемном отделении что делать конечно оперировать надо там где оперируют каждый день а не раз в год или раз в месяц эту операцию то есть вопрос о уровне оказываемой помощи но больницы должны быть везде и они должны быть дополнены что у нас особенно болезненно койками отделениями длительного нахождения старые беспомощные лежащие онкологические их в Латвии просто некуда девать скорая помощь их не берет или если берет ездит по всем больницам это ужасная проблема знаем мы случай что и в коридоре лежат на на койках потому что не могут никак определить к сожалению продолжим принимать звонки добрый день добрый день смотрите какой у меня вопрос к вашему гостю в нашей стране есть такая практика когда президентом назначают другой например из Канады и премьер-министр например из Америки не считает ли ваш гость что наше правительство работает не рентабельно и разумнее и дешевле было бы например взять предыдущее правительство Дании вот в полном комплексе его взять со теми министрами и нанять на работу на один срок вот такой вопрос спасибо ну вы знаете я сам из Литвы так что не по адресу этот вопрос нет правительства не надо но допустим наработки других правительств то же самое страхование здравоохранение другие такие другие вопросы и медицину и все надо было взять у Эстонии надо было взять у Эстонии пол готовы вот эту платформу и все сделать почему так не сделали изначально вот готовый шаблон ну как ну опять же почему я говорил что нельзя уменьшить налог на эту дополнительную стоимость жажда наживы надо было своим заработать каким-то группам все договора потом выяснилось что эти люди лателекомы они просто не сумели это сделать дальше исправляют и тому подобное и тому подобное хотят люди заработать это совершенно совершенно справедливо ну и говорят вот надо своим надо страну поддерживать и тому подобное так это все получается другое правительство нам не поможет кстати оно уже есть Брюссель есть Брюссель и это очень очень действенное средство если что-то здесь как-то то есть конечно надежда что в Страсбурге или в Брюсселе это поправят и укажут но поправят ли насколько им есть дело до Латвии даже наши депутаты к сожалению здравоохранение полностью отдано в компетенцию национальных государств я я я я сожалею об этом потому что если бы была бы какая-то направленность какая-то рама в которой вот все европейцы должны находиться и получать эту эту помощь это нам было бы намного намного легче продвигаться вперед а так в коалиционных правительствах почему так происходит вот вы столько лет были там в парламенте ну 7 лет я был вы понимаете в коалиционном правительстве всегда есть екшлета сарлета с земледелия и каждой партии один или два портфеля и каждая партия хотят показать своим избирателям как они хорошо работают и никогда так не будет что допустим весь прирост экономики государства направят на здравоохранение чтобы закрыть эту брешь это так должно быть вот вам и проблема поэтому я так закратовал за это ведение страхования чтобы ну хотя бы как-то наполнить эту кассу называйте наушники примем еще звонок здравствуйте добрый день алло добрый день да 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 слушаем вас здравствуйте на этой же неделе был тоже какой-то эксперт по медицине то ли по аптекам то ли что я ему звонил спросил про то же самое здоровье вот говорите взять у эстонцев но он же как эксперт тоже говорит я говорю на круг даже мне кажется сейчас будет удешевле взять control c control v купить эту систему у эстонии может быть а с тех кто ее не получилось делать не взыскать деньги хотя бы достать половину половину мы оплатим половину купим у эстонцев потратим мне кажется гораздо меньше чем дальше мы будем делать то что мы не умеем почему этого нельзя сделать спасибо ну про взыскать мне кажется что я согласен я согласен полностью но зачем велосипед изобретать тем более что он не едет надевайте наушники еще раз продолжим добрый день здравствуйте перезвоните нам 672-12-93-9 672-13-93-9 если возвращаться так появился звонок не снимайте наушники здравствуйте здравствуйте вот насколько законно что вот манипуляции пациента проводят подписывать заставляют что он согласен откуда он знает врач ничего не подписывает а его заставляет ну и супругу сейчас вот кардиографию надо проходить она ничего не знает вот тоже заставляет подписывать что это за закон такой спасибо ну за электрокардиограмму если имеется ввиду там не надо ничего подписывать и во всех этих кардиологических и терапевтических семейного врача осмотрах ничего не подписывается подписывается тогда когда производится процедура операции которая чревата осложнением и надо всегда я знаю что врачи не рассказывают не говорят это бич нашего времени вы знаете сколько времени мы с супругой она педиатр уделяем тому что знакомым друзьям объясняем что врач с ними делал производил и тому подобное конечно нормативы нету 15 минут и тому подобное но если вам заставляют что-то подписывать конечно сидите не уходите пока вам не объяснят в чем угроза что с вами может случиться или что будет если вы не примете эту процедуру или операцию это ваше право если нет дальше весели басинспекция врачебная инспекция они помогут вот по поводу пациентов появился такой проект идея отказываться от реанимации то есть человек может сам сделать выбор и он например не хочет чтобы его реанимировали в случае чего-то там потому что не знаю он там может быть парализован после этого он не хочет на сегодняшний день согласно закону лечащий врач или медицинское лицо которое руководит лечением пациента принимает все связанные с лечением пациента решения и его задача оставить в живых человек то есть он не может не сделать что-то для того чтобы человек не погиб что вы на этот счет думаете насколько это справедливо вы знаете когда меня учили и как учили нас учили что надо бороться до последнего до последней секунды потому что если врач начнет там рассуждать надо спасать не надо мы докатимся до очень плохих вещей но можно ли пациенту отдавать он может уже сейчас это сделать давно только просто надо идти к нотариусу бумажно документально написать что допустим если я там нахожусь в клинической смерти или допустим онкологическом заболевании четвертой заключительной стадии чтобы не применяли каких-то там реанимационных или каких-то хирургических или каких-то мероприятий он может сейчас это сделать но кто пойдет в нотариус и кто собирается скоропостижно скончаться или заболеть раком таких наверное мало в Латвии вот и министерство говорит что надо на интернете как-то электронно все это облегчить чтобы люди могли с электронной подписью опять же у кого есть эта электронная подпись такую разместить такую информацию проблема какая не всегда родственники которых уже тогда спрашивают как ты уже не можешь за себя решить там бывают разногласия одни говорят не надо мучить пускай он живет вот так до конца другие нет надо оперировать или что-то и тогда есть огромное осложнение у врачей как решать этот вопрос ну вот такая это ситуация но это можно сделать уже сейчас через нотариус примем последний звонок у нас очень мало времени остается поэтому коротко попрошу его задать здравствуйте здравствуйте знаете по поводу кардиограммы это не кардиограмма а кардиография вы как доктор должны знать что это сложная процедура очень вот и врач должен подписывать так же как и пациент как ответственность на себя брать спасибо да кардиография это введение контраста могут быть осложнения аллергические другие непереносимость или просто не от хорошей жизни же делают кардиографию наверное есть проблемы с сердцем то есть может случиться все и об этом врач информирует там все написано и больной подписывает врач ничего не должен подписывать потому что у него есть диплом и у него есть сертификат врача кардиолога инвазивного кардиолога который он сдает экзамены каждые 5 лет и если он совершит ошибки никакая его подпись не нужна и его не спасет еще один звонок примем перестал звонить радиослушатели доброе утро доброе утро добрый день здравствуйте добрый день уже здравствуйте коротко если можно 13 лет тому назад я из медицины ушел ушел из первой больницы 11 лет угробил на образование на учебу в академии и в резидентуру закончил резидентуру получал оклад 220 плата это за 4 дежурства забирал дежурствами за дежурство платили 15 латов за суточное 24 часа вот какой-то момент надоело я все это бросил жалел первое время сейчас в принципе уже не жалею я хочу сказать что ситуация в медицине никаким образом не изменит потому что в первую очередь очень серьезная инертность моих коллег а действовать надо для того чтобы изменилось только одним способом все эти итальянские забастовки что там учителя бастуют нам вообще запрещено бастовать врачи не могут бастовать как и полицейские мы можем сделать только одно в один прекрасный день во-первых послать по известному адресу этот медицинский профсоюз который четко играет на стороне правительства которое разворовывает все и вся создавать свои собственные профсоюзы и в один прекрасный день просто написать заявление об увольнении всем и вот когда вот этот электорат который голосует за этих людей которые потом приходят нами рулить увидит что их родственники они сами не могут попасть ни к врачу ни в больницу то есть вот это тогда заставит людей задуматься они начнут избирать тех кто не размахивает популистскими лозунгами а кто предлагает какие-то конкретные экономические решения они сколачивают десятки миллионов евро в СССР которые не работает которая не работает реально сейчас толком не работает не придумывают идеи что надо переводить все на электронный формат выписывания рецептов то есть вы знаете сколько это времени отнимает спасибо мы вас поняли у нас время заканчивается спасибо большое прокомментируйте очень коротко полминута ну очень коротко в Литве на социальных сетях спонтанно создался создалось новое независимое общество врачей потому что вот это закоренелое старое на самом деле больше наверное подпевало правительство Литвы я думаю что здесь тоже что-то произойдет такое не знаю когда но врачи я слышу молодых врачей они тоже говорят не хотят не хотят не хотят уезжать о мерах вы поймите политика сложное дело вам так все просто кажется ну вот вы выдвинули эту идею страхования чисто чтобы получить средства дополнительные что сделали избиратели это было во вред и новому единству и союзу зеленых и фермеров это не популярно понимаете сделать какие-то экономические решения поэтому это все очень 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 сложно и единственное что ясно что дальше некуда надо принимать эти меры спасибо член партии новое единство доктор наук и преподаватель медицинского факультета латвийского университета Ромальтражукс был у нас в эфире спасибо и вам за участие программу провела Анастасия Смоловская помогал звукорежиссер Евгений Копейн всего хорошего до свидания